На полчаса позже из-за опоздания молдавской стороны началась встреча министра иностранных дел Приднестровья Нины Штамски и министра реинтеграции Молдовы Евгения Карпова. После долгого заседания в бендерском офисе ОБСЕ ее главные участники ответили на вопросы журналистов. Мы обсуждали широкий комплекс проблем, которые отчасти были затронуты в ходе прошлого раунда переговоров с Ленией, которые нам предстоит обсудить и в ходе предстоящего раунда. Конечно, как вы знаете, прежде всего это вопросы, касающиеся свободы передвижения людей, которые касаются разрешения наших застарелых и отчасти новых транспортных проблем. Это касается железнодорожного сообщения, это касается выдачи разрешительных документов, целого комплекса других вопросов. И, конечно, вопросы образования. Начался учебный год, мы проанализировали ситуацию, обменялись мнениями. Восстановление телефонной связи обсуждалось и в том числе говорили о том, что, возможно, будет подниматься вопрос и восстановление автотранспортного движения по мосту возле Гура Быковой. Вопросы связи мы не успели сегодня обсудить, в том числе и из-за того, что понимали, что вы очень долго ждете. И с профильным специалистом сегодня пришлось очень много обсуждать других вопросов, поэтому мы отложим именно этот вопрос до следующей нашей аналогичной встречи. Что касается возможного открытия моста, конечно, вопрос этот обсуждался. И, к сожалению, нам не удалось прийти к согласию относительно разных аспектов этой проблемы. В частности, мы исходим из того, что, безусловно, этот мост нужно открывать, это международный транспортный коридор. Но, как политические представители, мы берем на себя ответственность обеспечить этот процесс таким образом, чтобы принести пользу людям, проживающим с двух сторон Днестра. И, таким образом, до того, как мы не разрешим вопросы выдачи разрешительных документов, пока мы не разрешим противоречия, связанные с номерными знаками, с передвижением граждан по российским и украинским паспортам, мы не сможем ближе подойти к решению вопроса открытия. Мы рассматриваем эти проблемы в комплексе. В целом, передвижение людей. И есть трезвые предложения, которые были сегодня выработаны за этим столом. Надеюсь, что мы продолжим этот разговор в Вене. И очень надеюсь, что уже в скором будущем мы попробуем сделать первые шаги для того, чтобы в рамках какого-то переходного периода или на временной основе начать реальную реализацию ранее достигнутых договоренностей. Вы говорите, что есть трезвые предложения. При откройте завесу тайны. Нам очень интересно, какие предложения с обеих сторон. Есть предложения относительно взаимодействия на уровне агентств для выдачи разрешительных документов. Нам предстоит сегодня предпринять меры для подключения Украины к этому процессу. Потому что выяснилось, что есть наши недоработки совместные относительно подключения Украины. Есть обязательства, которые Республика Молдова несет перед украинской стороной. И я уверена, что на уровне политических представителей в Вене мы попробуем приблизиться к некой схеме взаимодействия. Потому что эта проблема относительно новая. И на наш взгляд она досталась в наследство нам с моим коллегой. И на наш взгляд она достаточно разрешима в ближайшем обозримом будущем. Когда состоятся ближайшие переговоры в формате 5 плюс 2? Потому что точные даты пока не озвучивали. Нам предстоит общаться за столом переговоров в формате 5 плюс 2 12 и 13 сентября. Господин Карпов, вы какие предложения по поводу повестки дня от переговоров в Вене высказывали? По поводу повестки дня мы ее получили от представителей ОБСЕ, от действующего председательствования. Практически они предложили ту же повестку дня, которую мы имели на прошлом заседании. Это порядка 6 вопросов, которые покрывают различные области, которые и с одной стороны представляют наибольший интерес и по возможности создают наименьшее противостояние по решению этих вопросов. А в частности? В частности, это вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Это касается свободы передвижения, включая железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, передвижение людей, мост Гурабыкулы. Это второй вопрос по вопросам образования, которые также сегодня мы обсудили с участием представителей рабочих групп по образованию. Ну и вопросы, которые мы на прошлом заседании не успели обсудить, это вопросы, касающиеся взаимодействия представителей гражданского общества по правам человека, определенная работа по борьбе с преступностью и чрезвычайными ситуациями, если я не ошибаюсь, примерно эта повестка дня. По вопросам образования что конкретно обсуждались, какие точки зрения на эту проблему? По вопросам образования мы акцентировали внимание на двух аспектах. Первый – это развитие взаимодействия по различным направлениям. Это изучение опыта, будь то мировой опыт, будь то опыт, который есть в Кишиневе или Тирасполе по различным направлениям образования. Это и совместное участие в различных программах или проектах. Ну и также взаимодействие на уровне школ, участие в олимпиадах и так далее. Второй вопрос, который мы обсуждали, это касается деятельности восьми молдавских школ с преподаванием на латинской графике. Вопрос, который появился не сегодня, он очень давно находится на повестке дня переговоров между Кишиневым и Тирасполем. Мы отметили, что есть перспективы работы по этому направлению, начиная с того, что данный вопрос обсуждается. Он никогда не обсуждался до начала этого года в рамках рабочих групп. Теперь процесс идет, есть различные пункты зрения по решению данных проблем. Но на данный момент мы отметили, что 3 сентября учебный год открылся во всех школах. Надеемся, что никаких преград, как это было в будущем, создавать не будем. А будем решать все вопросы, которые есть за столом переговоров между специалистами в первую очередь. А в ходе сегодняшней встречи обсуждалась ли как-то предстоящая приездка Локимира Филата в Москву? Никоим образом этот вопрос сегодня не обсуждался. Нина Викторовна, скажите, сегодняшнюю встречу как рассматривать? Шаги вперед или так далее на месте? Наверное, уже журналисты привыкли к тому, что я критично отношусь к нашим встречам. Конечно, мы очень рады, что молдавская делегация прибыла сюда в таком составе. Мы рады тому обстоятельному разговору, который произошел. Но, я говорю и буду повторять, мы огорчены тем, что мы вместе не смогли прийти к решениям, которые оказались близки. В то же время, позитивно, есть позитивные сдвиги. В частности, мой коллега уже сказал, это касается вопроса школ. И должна проинформировать вас о том, что упомянутые здесь школы приступили к началу учебного года. Они не испытывали никаких сложностей, связанных с обеспечением необходимой методической литературы или каким-либо оборудованием с преднестровской стороны. Ни с одним препятствием они не столкнулись. Я считаю, что это тоже большое достижение той работы, которую провелись представители Министерства образования Приднестровья и представители профильного ведомства Республики Молдова. Это говорит о том, что работа в экспертных группах, которую мы также курируем, все-таки является сегодня продуктивной. Хотя я критично отношусь к другим аспектам этой работы. Должна сказать вам, что сегодня были озвучены в ходе обсуждения вопроса по образованию и предложения относительно проработки вопроса нострификации документов, выдаваемых преднестровскими учебными заведениями. Есть намерение молдавской стороны доработать этот вопрос в экспертной группе, выработать механизм, который будет позволять защищать права тех людей, которые обращаются за нострификацией. И есть предложение от международных организаций, в том числе от ОБСЕ, оказать содействие в том, чтобы стороны смогли для решения этого вопроса использовать мировой опыт, что, на мой взгляд, очень позитивно. Ну а, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы мы в ходе таких встреч, это было более трех часов, общение специалистов, чтобы нам удалось выйти на подписание документа для того, чтобы делать следующий шаг. К сожалению, не удалось нам это сегодня, но мы полны решимости продолжать, сколько бы сил это ни отвлекало. И уверена, что и в Вене мы продолжим общение на эти темы. И по возвращении мы обсудим то, что экспертные группы наработают за время нашего отсутствия. Как минимум две экспертные группы сегодня от политических представителей получили поручение в ближайшие дни встретиться для выработки конкретных решений, подписания протоколов. Нина Викторовна, по каким вопросам еще не смогли вы достичь, так сказать, общего решения? Боюсь, что нам часа не хватит перечислить вопросы, по которым нам не удалось прийти к решению. Хотелось бы, чтобы мы как можно быстрее решили вопрос по передвижению, потому что, вы знаете, лето закончилось. Поезда, на которые рассчитывали наши граждане, в том числе в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, они не поехали, к огромному сожалению. Я считаю, что это то, что вполне заслуживает критики в наш адрес. И вопросы автотранспортного сообщения, к сожалению, стоят еще более остро, чем полгода назад. Мы понимаем, что целый комплекс проблем нарастал за годы, но я считаю, что у нас нет никакого права тянуть с решением этих вопросов. И то, что сегодня мы так плодотворно поработали, говорит о том, что такое понимание есть у младавской стороны, что, на мой взгляд, очень ценно для нас. Я мог бы только добавить, что сам факт того, что мы вели дискуссию более трех часов, уже говорит о том, что у нас был предметный разговор по различным направлениям. Это очень хорошо, что у нас есть намерение как можно быстрее решить как можно больше проблемных вопросов. Но шаг вперед сделан. Всегда диалог и совместная работа – это продвижение вперед, даже если мы не покрыли все наши ожидания. Но у нас есть хорошие продвижки в дискуссиях, как по железнодорожному транспорту, как и по определенным техническим аспектам, касающимся моста Гуробыкулу, и как проводить какие-то ремонтные работы, кто будет проводить и так далее. У нас, как отметила госпожа Штанский, предметный разговор был и по документам, которые выдаются учебными заведениями из Приднестровья. Мы попытаемся облегчить те процедуры, с которыми частично сталкиваются некоторые студенты или ученики, которые выезжают за рубежи Республики Молдова. Таким образом, у нас есть хороший настрой. Рабочие группы получили новую партию указаний, так скажем, чем заниматься в ближайшее время. А мы продолжим наши дискуссии в Вене на следующей неделе. Господин Карпов, еще такой вопрос. Приднестровские граждане очень часто жалуются о затруднениях передвижения на границе. Конкретно пункт пропуска, Каушанский район, Саидси. Да, да. С приднестровскими номерами люди не могут пересечь. Почему? Мне трудно сейчас ответить, почему или какие проблемы могут существовать в данном пункте пропуска. Но я вам хочу подтвердить, что на данный момент все пункты пропуска, которые мы имеем с Украиной, потому что я так понимаю, это пункт пропуска с Украиной, они работают в нормальном режиме. И все граждане как с правого, так и с левого берега могут проезжать в обычном режиме этот пункт пропуска. Следующий этап переговоров состоится в Вене 12-13 сентября.